Ну вот такое у меня сердечко получилось. Порой хочется вспомнить детство, сыграть в классики у дома или сделать поделку. Анна Первухина выбрала второй вариант. Она проверяет заготовки к мастер-классу для ребят дошкольного возраста, которые в фонде «Дорога в жизнь» проходят регулярно. В рамках проекта «Мастерская чудес» педагоги готовят 12 тематических занятий, на которых малыши познакомятся с традициями и обычаями русских праздников, а также с народной культурой. Это именно специализированная серия мастер-классов, направленная на всестороннее гармоничное развитие личности ребенка. Поскольку задействованы детки дошкольного возраста, это очень интересное состояние, когда ребенок как губка впитывает, и можно максимально четко раскрыть его потенциал, увидеть вот эти его основные сильные качества. И именно с этой позиции, с этой теорией мы вышли как раз на конкурс. Организация ветеранов военно-морского флота участвует в конкурсе грантов уже третий год. Впервые они получили субсидии с бюджета города в прошлом году. Это позволило начать грандиозную реконструкцию музейных стендов. В этом году ее завершат. Мы сами разработали дизайн этих стендов, сделали так, как нам удобно, именно и для края, чтобы они могли максимально демонстрировать экспозицию, те предметы и вещи, которые у нас хранятся, и переданы в музеи, вставляющие эти экспозиции, ну и также обеспечить хранение имущества для тех же, опять же, стендов экспозиции внизу. Фонд «Дорога в жизнь» и Саровский музей военно-морской славы вошли в девятку лучших социально ориентированных некоммерческих организаций Сарова, выиграв конкурс на предоставление субсидий из бюджета города. Заявку на грант подали 13 претендентов, отобрали самые яркие и полезные для саровчан идеи. Мы же еще оказываем консультативную помощь социально ориентированным некоммерческим организациям. Мы всегда готовы помочь, подсказать, проконсультировать, ну, чем, собственно, мы и занимаемся. Если к нам обращается социально ориентированная некоммерческая организация за помощью, мы всегда помогаем. На реализацию заявленных проектов организации получат по 100 тысяч рублей. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.